Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент Татарстана Рустам Мениханов отмечает свой день рождения. Состоялось заседание Общероссийского народного фронта. Поезд здоровья продолжает прогулку на лыжах. Сегодня свой день рождения отмечает президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Глава республики оказывает всестороннюю поддержку университету. Более подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. 1 марта президенту Татарстана Рустаму Мениханову исполняется 64 года. Этот день является особенным и для Казанского федерального университета. Ведь Рустам Мениханов с 2010 года является председателем попечительского совета КФУ. Все начинания ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова поддерживались главой республики. Это касалось и взаимоотношений с федеральным центром, и решения, так необходимые для принятия официальных постановлений и документов с целью передачи объектов республики в ведение университета. Вовремя оказанная поддержка президента позволила передать в юриспруденцию КФУ целый ряд объектов медицинского кластера. Недостроенное общежитие, вошедшего в Федеральный университет педагогического вуза, реконструируется в междисциплинарный научный центр биомедицины и фармацевтики. Начинается возвращение медицины в лоно Казанского университета. Создается институт фундаментальной медицины и биологии. Здесь начинают готовить врачей-исследователей, врачей-ученых. Передача бывшего военного госпиталя для образовательного процесса института было вполне логичным шагом. Хотя состояние переданных зданий было весьма удручающим, что, впрочем, не помешало университету приступить к масштабным и впечатляющим работам. Согласно стратегии медицинского кластера в состав Казанского федерального университета, была встроена университетская клиника, что привело к внедрению новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказания других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, в частности, генетических исследований. В 2011 году происходят значимые события, связанные с химическим направлением и нефтегазовыми технологиями. Рустам Миниханов принял участие в закладке памятной монеты и камня в фундамент нового корпуса Химического института имени Бутлерова. Ученые-химики-студенты получают новый корпус, по сути, междисциплинарного научно-образовательного центра с необходимыми для современных исследований, коммуникациями и лабораториями. Все эти решения, в конечном счете, сыграют на программе повышения конкурентоспособности российских вузов и лягут в основе приоритетного направления «Эко-нефть». В том же 2011 году состоится торжественная закладка камня в строительстве Астропарка Казанского федерального университета. Начались работы по строительству планетария в 2012 году, а уже в июне 2013 состоялось его открытие. Он стал единственным в России планетарием в составе университета. Востребованность современных инженерных подходов при создании опытных образцов в робототехнике и машиностроении при протезировании в медицине мотивирует Казанский федеральный университет на создание инженерного института. Социогуманитарное направление Казанского федерального университета в связи с вхождением двух педагогических вузов выразилось в программе повышения конкурентоспособности российских вузов и приоритетном направлении университета «Учитель 21 века». Это обусловило получение более масштабных ресурсов для развития педагогической науки, как в частности оборудования и инфраструктуры, так и возможности использования распределенной системы подготовки будущих учителей Казани и Елабуги. И все эти значимые инфраструктурные изменения в Казанском федеральном университете стали возможным благодаря постоянной поддержке со стороны главы республики Рустама Миниханова. Каждое заседание Попечительского совета КФО проходит с участием президента и на каждом из совещаний рассматриваются проблемные для университета вопросы. Эти вопросы зачастую связаны с бюрократическими процедурами, которые президент силы своего авторитета и полномочий имеет возможность решить или содействовать их решению. В конце 2020 года пришло известие о решении президента Рустама Миниханова о передаче ряда помещений «Казан-Экспо» для развития технопарка КФУ. Казанский федеральный университет поздравляет президента Татарстана Рустама Миниханова с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Повышение качества образования – один из наиболее актуальных вопросов для государства. Об итогах встречи, где поднималась эта тема, расскажет наш корреспондент с места событий. В Казанском университете состоялось заседание Общероссийского народного фронта. Под председательством ректора Ильшата Гафурова и руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой участники обсудили вопросы повышения конкурентоспособности образования и квалификации кадров. О глобальной конкурентоспособности можно судить по количеству иностранных студентов, которые желают приехать к нам и обучаться. В стране мы уступаем только Московскому государственному университету. У нас сегодня обучается более 11 тысяч студентов из 106 стран мира, которые выбрали местом своей учебы Казанский федеральный университет. Собственные лаборатории, спортивный комплекс и общеобразовательные учреждения в экосистеме университета создают идеальные возможности для внедрения инноваций в области образования. Сотрудничество с «Сириусом» в раннем появлении и профессиональной поддержке одаренных детей откроет новые перспективы для развития талантливой молодежи. Мы говорим здесь о повышении качества жизни, о повышении стандартов профессиональных, в данном случае о выстраивании программ на базе федеральных университетов педагогического толка. Мы попытались нарисовать вообще систему подготовки учителей, какие этапы учителей проходят, прежде всего стать действительно профессионалом. Будем работать в одной экосистеме с «Сириусом», поскольку мы имеем и школы, и детский сад будем открывать, и занимаемся подготовкой кадров для работы в этой сфере. Ильшат Гафуров предложил сконцентрировать усилия регионального центра «Сириус» вокруг приоритетных направлений, развиваемых университетом. Ожидается, что эта программа уже в ближайшем будущем даст видимые результаты. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Вакцинация Казанского университета продолжается. Теперь привиться могут и студенты. Записаться на вакцинацию можно в индивидуальном порядке через колл-центр или дождаться запланированного выезда бригады. Мы ежедневно прививаем от 140 до 200 человек. Институты прививаются организованно, то есть представляется институтом список, время определяем, и мы выезжаем и прививаем. Нормальной реакцией считается после вакцинации первые три дня повышения температуры. После прививки 30 минут находится человек под наблюдением врача. В малом зале КСК «Уникс» прошел ежегодный фестиваль «Мы в отрядах КФУ». Его проводят уже третий год. Он приурочен к 17 февраля, дню студенческих отрядов КФУ. На сцене выступило 10 отрядов, и каждый представил свой уникальный номер. Завершился фестиваль гимном, который так и называется «Мы в отрядах КФУ». Мы уже проводим данный фестиваль три года. Раньше у нас приезжали также наши студенты, наши коллеги, штаб студенческих отрядов Елабужского института и набережных Челнинского института. Но, к сожалению, в этом году из-за условий пандемии мы не смогли их пригласить. Мороз или сильный снегопад – ничто не может помешать ежегодной традиции Казанского федерального университета – прогулки на лыжах, не случайно названной поездом здоровья. В этом году ради безопасности ввели некоторые ограничения, которые, впрочем, никак не помешают участникам и организаторам мероприятия. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Впервые лыжный забег проходит с таким небольшим количеством участников и на территории Казанской обсерватории. Однако студенты все равно настроены, как следует отдохнуть и повеселиться на свежем воздухе. Здесь я впервые. На лыжах я тоже не стою, но очень хотела попробовать. Сюда приехала в основном за хорошим настроением, за свежим воздухом, погулять, повеселиться, потанцевать. Наверное, ждут много веселья и отдохнуть от учебы и всего остального. Расслабиться и просто насладиться временем, которое провел на природе и за друзьями. Участники поезда здоровья проведут на лыжах около двух часов, а по возвращении их ждет горячий чай и выпечка, заранее приготовленные организаторами проекта, которые сами принимают активное участие в мероприятии. Я сюда поехала как организатор. Организуем ребятам новогодние развлечения. Ребята будут есть на лыжах. Потом немножко отдохнем, потанцуем, пообщаемся. И так плавно завершится наше пребывание здесь. Полюбоваться красотами зимнего леса, зарядиться позитивными эмоциями и сменить привычную обстановку может любой студент Казанского федерального университета, даже тот, кто ни разу не вставал на лыжи, но очень хотел бы попробовать. Алена Лонкина, Фарид Захидаглы, Универньюз. В научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялись съемки фильма «Светитель». В них принял участие российский актер театра и кино Дмитрий Певцов. Эти эпизоды были посвящены библиотеке, истории и историческим трудам. Актер в фильме играет роль рассказчика. Съемки фильма проходили в Казанско-Богородицком монастыре и павильонах Казанского государственного института культуры и искусств. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.